Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин. Сергей, добрый вечер. Очень рад вас видеть. Добрый вечер. Перерыв у нас с вами в разговоре был достаточно большой, но я очень хорошо помню, как несколько лет назад мы с вами говорили о той постановке, которая запланирована в этом сезоне. Но об этом чуть позже. Первый вопрос. Задал ли, может быть, неожиданный вектор работы в новом сезоне финал Старого, когда в Большом прошла мировая премьера балета «Укращение Строптива», балета, созданного по вашей инициативе и поставленного знаменитым хореографом Жаном Кристофом Майор? Ну, мне кажется, мы просто поставили хорошую точку в окончании уже прошедшего сезона, сделав такую замечательную работу, как балет «Укращение Строптивой». А по поводу того, задал ли какой-то вектор или нет, вы знаете, у нас уже были спланированы следующие работы, и, конечно же, уже наш новый сезон, который мы начали, он спланирован от и до. Поэтому повлиять на это, конечно же, премьера никак не могла, но подарить нам желание, колоссальный интерес и настроение в том, что мы делаем, скорее всего, да. Ну, нам не дано предугадать. Конечно, я понимаю, что близкие планы, они давно сверстаны, но кто знает, ведь ничего не бывает случайно, и каждый балет, может быть, наталкивает художественного руководителя, балетные труппы, на какие-то совершенно новые, до этого не опробированные решения. Ну, единственное, что, пожалуй, на что повлияла премьера «Укращение Строптивой», это на то, что уже в декабре месяце этот балет поедет на гастроли в Монте-Карло. И это станет одним из ярких событий, потому что в период с 16 по 22 декабря балеты «Укращение Строптивой» увидят не только наши зрители, но и зрители, которые любят, обожают балеты Жан-Кристофа Майо, они смогут увидеть наш спектакль в Монте-Карло. И этого не было, конечно, прежде в планах, и вот это то, можно сказать, что появилось благодаря этой премьере. Ну, это особенно приятно, потому что майор, руководитель балета Монте-Карло, значит, ему самому очень понравилось работать с труппой Большого. Это показательный момент. Да, я не скрою, Жан-Кристоф уезжал расстроенный, потому что, конечно, безусловно, потратив столько сил и времени с нашими артистами в нашем театре, конечно, он скучает. И даже выезжая на короткий период в течение постановки, Жан-Кристоф всегда мне писал или звонил и говорил, Сергей, я не могу, я так хочу обратно в Большой, я уже скучаю по артистам, с которыми я работаю. И это так, на самом деле. Он полностью погрузился в эту работу, очень любит и уважает коллектив, который с ним работал. И, конечно, для него, я думаю, что это незабываемая работа. Новый сезон – это следующее направление. Возобновление, реинкарнация, как удобнее, знаменитых балетов прошлого и создание новых с чистого листа. Три названия. Давайте чуть-чуть поподробнее. Балет «Легенда о любви». Балет на музыку Меликова, балет Юрия Николаевича Григоровича. Спектакль, который долгие годы жил на сцене Большого театра и не один раз уже он возвращался на историческую сцену. И, на мой взгляд, это один из тех спектаклей Григоровича, который должен всегда существовать в репертуаре. И это балет, который всегда должны танцевать артисты балета Большого театра. Поэтому это далеко не случайно. Особенно приятно, что сам маэстро, сам Юрий Николаевич Григорович каждый день сейчас кропотливо, гоняя своих ассистентов, делая все для того, чтобы заразить всех своей энергией, ругаясь, споря. Но он сам делает ту работу, которую должен делать хореограф-постановщик. Он делает изменения, он делает обновленную редакцию, он, может быть, в чем-то сомневается, что-то ищет, но он абсолютно уверен в том, что то, что он делает, это соответствует сегодняшнему времени. Поэтому балет «Легенда о любви» появляется на исторической сцене в обновленной редакции. За что спасибо Юрию Григоровичу и за его внимание. Потому что сегодня Юрий Николаевич сам с углублением рассматривал возможность тех или иных составов. И предложение по составам – это, опять же, его виднее, как хореографа-постановщика. Поэтому я надеюсь… Все артисты Большого театра. Он никого со стороны не видит. Безусловно. Сегодня у нас достаточно артистов, из которых мы можем сделать 3-4, а то и даже 5 составов исполнителей в этом спектакле. И чему мы очень искренне рады. Поэтому это будут артисты балета Большого театра. И новые постановки – это «Гамлет» и «Герой нашего времени». Вот когда я вначале сделал такой ауфтакт, вспомнив, как мы с вами несколько лет тому назад как раз говорили только о возможности, о мечте «Гамлета», вот, слава богу, сейчас это будет реализовано. Да, особенно приятно, что когда-то это была всего лишь мечта, это были фантазии. Но сегодня мы уже подходим к премьере этих спектаклей. И могу сказать, что уже 11 марта на новой сцене, если прежде мы говорили о работе на исторической сцене, и «Легенда о любви» – это историческая сцена, на новой сцене появляется абсолютно новый спектакль, оригинальный балет. Можно сказать, что это мировая премьера. Балет под названием «Гамлет». Не случайно я обратился сразу с вопросом к Деклану Доналану, который прежде уже выступал режиссером и работал в балете Большого театра над спектаклем «Ромео и Джульетта». И эта работа была совместно с хореографом-постановщиком Раду Поклетару. И именно этот союз, хореограф Раду Поклетару и Деклан Доналан должны сделать нам спектакль под названием «Гамлет». Спектакль непростой, безусловно, и сам сюжет, и опять же та задача, которая стоит рассказать это произведение с точки зрения сегодняшнего времени. Мне кажется, балет должен быть очень и очень интересным. И не только потому, что он новый и оригинальный, а потому что и хореограф, и режиссер работают над этим спектаклем уже почти два года. И все-таки это довольно серьезное такое время, за которое можно было бы все обдумать, можно было бы многое переосмыслить. И опять же та презентация макета самого спектакля говорит о том, что, возможно, этот спектакль будет одним из ключевых ярких премьер этого сезона. Прежде чем мы поговорим о герое нашего времени, об этом балете, который ставят Юрий Посохов и Кирилл Серебренников, я хочу спросить, вот если сейчас заглянуть на сайт Большого театра, больше 50 названий балетов. Это значит, что есть наименования, которые в течение сезона просто не появятся на сцене. Чем это обусловлено? Ну, дело в том, что, может быть, мы, балет, и могли бы сыграть все эти 50 названий, 50 наименований в течение одного сезона. Но дело в том, что для того, чтобы все-таки держать марку и соответствовать качеству исполнения балета Большого театра, как вы понимаете, мы должны эти названия отрепетировать. Для того, чтобы их отрепетировать, нам элементарно необходимо время. И это как раз то самое время, которое мы отнимаем у театра для того, чтобы в это время, в эти дни показывать и проигрывать спектакли. Конечно же, зрителю, который хочет попасть в Большой театр, который хочет прийти, увидеть тот или иной спектакль, конечно, ему хочется, чтобы этих спектаклей было как можно больше. И тогда мы попадаем в довольно сложную ситуацию. С одной стороны, мы хотим сыграть больше наименований. С другой стороны, лучше. С другой стороны, лучше. Но дирекция, конечно же, Владимир Юрьевич Урин, который точно так же, как и руководители всех цехов, за качество. Таким образом, около 10-12 балетов будет показано наименований на каждый из сцен. Но это не значит, что остальные спектакли, они выходят из репертуара, они больше никогда не появятся на сценах Большого театра, и о них можно забыть. Нет. Эти спектакли заморожены на этот один сезон. И, возможно, уже в следующем сезоне эти спектакли будут пересмотрены. И именно те названия, которые мы не смогли показать сейчас, они будут показаны в следующем сезоне. 14-й год – это 200-летний юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова. Герой нашего времени – это название связано с тем, что Лермонтов – любимый поэт и писатель? Или это связано с 200-летним юбилеем Михаила Юрьевича? Самое главное, конечно же, это связано с юбилеем Лермонтова. А что касается выбора и появления именно этого названия, именно это произведение было выбрано всей группой постановщиков, которые сейчас и работают над этим спектаклем. Когда мы придумывали, когда мы спорили, когда мы представляли себе, какой русский балет на интересный сюжет для всех можно было бы сделать. и как вообще рассматривать сегодня эту работу, то идея постановки балета под названием «Герой нашего времени» понравилась абсолютно всем. И могу сказать, что Юрий Посоков и Кирилл Серебренников – все они сегодня одержимы этой идеей. Безусловно, конечно, это процесс непростой, который требовал очень, ну скажем, такого большого времени для подготовки. Но мне очень приятно, что Юрий Посоков, который думал, представлял себе, как может выглядеть этот спектакль, безусловно, композитор, сейчас Илья Димунский, молодой композитор, пишет специально для этого спектакля оригинальную музыку для того, чтобы сегодня на нашей сцене появились три рассказа из этого произведения. Это «Белла», «Тамань» и «Книжна». Мэрия, как вы понимаете, все это происходит абсолютно в разное время, и это совершенно не похожие на себя, как бы по своей структуре, три отдельных балета внутри одного спектакля. Поэтому это далеко не простая работа. Но именно Юра Посоков, именно Кирилл Серебренников и теперь Илья Димунский – это те люди, та команда постановщиков, которые приняли эту идею, которым она очень понравилась. И еще раз хочу вернуться к тому, что когда мы обсуждали то или иное название, и какой спектакль сегодня мог бы быть интересен, и какой спектакль мы могли бы сделать и представить его в виде балета, мне очень приятно, что мы приняли решение и совместно остановились на названии «Героя нашего времени», потому что сегодня, мне кажется, это как никогда актуально и, на мой взгляд, будет интересно всем. У Большого театра большие возможности. Будут ли приглашения для участия в спектаклях, может быть, текущего репертуара, какие-то суперзвезды балетного мира? Вообще такая возможность рассматривается? Ну, может быть, это будет нескромно, но мне кажется, что большинство суперзвезд в балете сегодня, они как раз танцуют на сцене Большого театра. Те звезды, которые танцуют и радуют зрителей в других театрах мира, они являются нашими друзьями, и это не партнеры, это не то, что ты скажешь. Это наши друзья. И я говорил об этом на открытии сезона, двери балета Большого театра всегда открыты. Поэтому наша программа по приглашению гостей, по сотрудничеству с теми друзьями, артистами, с которыми мы работали, работаем и будем рады продолжать работать дальше, конечно, это сотрудничество будет продолжаться. И я очень надеюсь, что в репертуаре, в тех спектаклях, которые у нас будут показаны на протяжении сезона, будут выступать звезды. Что я могу сказать однозначно, это один из наших прежних артистов балета Большого театра, сейчас мировая звезда, танцовщик Иван Васильев. Иван Васильев уже, возможно, в этом году, до Нового года, будет выступать в спектаклях балета Большого театра, и, возможно, уже в декабре мы увидим его в тех спектаклях, которые будут идти в текущем репертуаре. Это то, что я могу однозначно сегодня утверждать. Значит, у нас есть повод для того, чтобы встречаться в этой студии почаще перед каждой громкой премьерой в Большом театре, в новом сезоне. Спасибо. Спасибо. Сергей Филин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра, сегодня в главной роли. Вам низкий поклон за то, что провели время в такой замечательной компании. Спасибо вам, Сергей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова